Я приветствую своих коллег и нашего спикера. Сегодня мы выясним, в чем опасность гриппа нынешнего сезона, особенности профилактики, как правильно выбрать вакцину, противопоказания вакцинации. В пресс-конференции примет участие Владимир Чумак, заведующий первым отделением городской инфекционной больницы номер 21. Владимир, вам слово. Уважаемые жители города Днепра, я хочу вам сказать следующее, что в сезоне 2018-2019 года новых штаммов вируса гриппа не наблюдается. То есть циркуляция вирусного, то есть пейзаж вируса остается на прежнем уровне, который был и в предыдущие годы. То есть какой-либо мутации в ожидаемых вирусах не произошло, поэтому ожидать эпидемии гриппа на сезон 2018-2019 года мы не предполагаем. Что собой представляет вирус гриппа? Это очень коварные заболевания. Несколько коварен сам вирус гриппа, сколько коварны его осложнения. Мы должны знать одно, что вирус никогда, любой вирус никогда не заинтересован в летальном исходе человека, потому что если не будет человечества, не будет существовать и сам вирус. Но вирус имеет свои особенности. То есть во время нахождения в организме мы что делаем в своей жизни? Используем различные противовирусные препараты, чем-то лечимся и начинаем угнетать вирус. Он до поры до времени это все терпит. И потом ему надо продолжать свою жизнедеятельность. И в самой структуре вируса происходят различные мутации. Мутации могут быть незначительные, которые могут приводить к незначительным изменениям генной структуры вируса, а могут быть более серьезные или называются они штифт мутации, которые приводят к резкому изменению антигенной структуры вируса, что ведет за собой эпидемии и пандемии. При вирусных инфекциях и гриппе есть определенные отличия. Каждый вирус имеет свой отпечаток в нашем организме. И семейный врач, то ли это терапевтическая служба, то ли инфекционная служба, могут отличить, это банальная вирусная инфекция или же это заболевание вызвано гриппом. Потому что при вирусных инфекциях и клиническая картина отличается, и изменения на слизистые ротоглотки также будут отличаться. При гриппе короткий инкубационный период в среднем составляет от 1 до 7 дней. Чем характеризуется клиника гриппа? Это внезапное начало с повышения температуры до 38-40 градусов, сильнейшие мышечные суставные боли, и чем отличается от вирусных инфекций, что отсутствуют катаральные проявления. То есть нет насморка у человека, и только на 2-3 сутки уже появляется заложенность носа, сирозная отделяемость носовых ходов, присоединяется болезненный сухой кашель, который провоцирует все катаральные симптомы. При гриппе также в первую очередь появляются сильные головные боли, может быть тошнота, рвота и даже диарейный синдром. Это такая клиническая картина гриппа. Если осложнений каких-либо нету, как правило в течение 5-7 дней вся клиническая картина угасает, то есть вирус проделывает определенный цикл развития в организме человека и элиминируется с организма благодаря нашей иммунной системе. Если же температура тела сохраняется, то необходимо думать о том, что возникли какие-либо осложнения, то ли это бактериального характера, то ли вирусного характера осложнения. Как я говорил вам раньше, что вирус является провокатором всех хронических заболеваний. Существует определенная группа людей, которые больше подвержены осложнениям. Это в первую очередь на первом этапе у нас выступают маленькие дети, особенно от 0 до 3 лет. В связи с чем это связано? С тем, что у них еще не полностью сформирована иммунная система и встреча с каким-либо новым вирусом еще не привела к выработке антител и к защите от этих вирусов. На втором плане идут у нас беременные женщины, потому что тоже идет гормональная перестройка организма и что может приводить к более тяжелому течению и, не дай бог, к летальному исходу. И больные, страдающие различными хроническими заболеваниями, как со стороны сердечно-сосудистой системы, легочной системы и также патология почек. Четвертую группу составляют больные с повышенной массой тела с ожирением и страдающие с сахарным диабетом. И на пятом месте можно отнести людей, страдающие иммунодефицитами. Это ВИЧ-инфицированные и онкобольные. Когда накладывается несколько вирусов, идет усиление и что может приводить к более тяжелому течению этого заболевания. Хочется сказать, что в настоящее время единственным способом уберечься от того, чтобы перенести грипп и не иметь серьезных осложнений является только прививка. Мы не можем изобрести по-новому велосипед, если он уже изобретен. Так же само и прививки были разработаны для того, чтобы облегчить течение заболевания. Сам вопрос стоит в том, что любая прививка, она не спасает и не дает 100% гарантии того, что если вы привились, вы не заболеете. Да, вы можете заболеть, просто это заболевание будет протекать более легче, чем если бы вы были непривяты. Но к любой прививке необходимо подходить с определенным эффектом понимания того, что прививку надо делать совершенно здоровым людям. То есть не тогда, когда у вас уже появились какие-либо симптомы заболевания, а тогда, когда человек здоров. Второй момент, что сейчас уже разрешено делать прививки даже во время эпидемии и вспышки роста вирусных инфекций и гриппа. Следующий момент, прежде чем прививаться, необходимо обратиться к своему семейному врачу и посоветоваться, какой прививкой лучше всего привиться. Сейчас у нас в Украине зарегистрировано два вида прививок от гриппа. Это французско-южнокорейские прививки, которые с учетом тех штаммов, которые будут циркулировать в сезоне 2018-2019 года, они адаптированы к этим штаммам. Следующим моментом надо знать, что люди, страдающие какими-то аллергическими заболеваниями на куриный белок, не должны прививаться. Третий момент, который самый главный, это хранение, доставка всех прививок, которые имеются в аптечной сети. То есть от места транспортировки, например, с аптечной сети до медицинского центра, где вам будут делать эту прививку, должен соблюдаться определенный холодовой режим. Чего мы говорим о том, что человек должен сам приобрести эту вакцину? Это связано с тем, что существует календарь прививок, и прививки от гриппа не входят в календарь прививок. Это добровольное дело. Но если взять статистику, от чего мы всегда говорим, что возрастает количество вирусных инфекций и гриппа, то в прошлом году всего 0,5% населения было привито от гриппа. То есть, вы знаете, мне всегда нравилась такая крылатая фраза, которая была написана в больнице Мечникова на стоматологическом центре. Здоровье каждого, богатство всех. Поэтому пока мы сами не будем думать о своем здоровье, нам никто не поможет. Ну, вкратце, я думаю, мы вам осветили ту ситуацию, которая может ожидать нас в сезоне 2018-2019 года. Вопросы? А о чем прививки? Стоимость прививок будет колебаться где-то в пределах 250-350 гривен. Но это зависит от розничной сети, в какую аптеку как попадет, в каких коммерческих структурах вы будете приобретать в других аптеках. Мы, инфекционный стационар, не занимаемся прививочным делом. При каждой поликлинике, при каждой амбулатории есть прививочный кабинет, куда вы можете обратиться и посоветоваться, какой вам лучше выбрать прививку и по какой стоимости. Еще недавно как такового выбора не было. В Украине одна была зарегистрирована вакцина. А сегодня? Сегодня зарегистрированы официально две вакцины. Французская и южнокорейская вакцины. В прошлые годы существовало до пяти видов вакцин. До пяти видов вакцин. Поэтому выборы здесь надо советоваться со своим семейным врачом и в первую очередь с иммунологом. Потому что прививку, когда мы делаем, должно пройти минимум 7-14 дней, для того, чтобы вы работали защитные антитела и вы были готовы войти в сезон, в зимний сезон. То есть прививку надо делать в ноябре месяц. Это самый оптимальный срок. Напряженность иммунитета при гриппе будет составлять от 3 до 6 месяцев после прививки. А в некоторых странах используют назальные прививки. Что это такое? Есть ли они у нас? И планируется ли их использовать? Есть. Но это вопросы не к лечебной сети. Это вопросы к Министерству здравоохранения. Какие прививки назальные, внутримышечные они приобретут? И то, что будет предложено рядовым врачам в борьбе с гриппом, они будут использованы, если они будут у нас закуплены в Украине. Два штамма будет циркулировать. Это грипп А и грипп Б. H1N1, H3N2 и грипп Б. Скажите, когда есть какие-то прогнозы, когда будет какой-то пик заболеваний? Ну, как правило, вспышки гриппа предшествует рост вирусных инфекций. Барометром для нас это являются дети, потому что они чаще болеют, учитывая скучность детского населения, это детские садики, школы и все прочее. И уже потом переходит в рост. Но, как правило, рост заболеваемости приходится на конец января, февраль месяц. А скажите, какие от этих штаммов гриппа есть осложнений? От штаммов гриппа осложнений не может быть. Осложнений у вас могут возникнуть. Это от вакцинации. Если вы прививаетесь, это первое. Потому что определенный процент от 2 до 3 процентов, это могут быть местные реакции вместе, инъекции. Может быть протекать в легкой форме по типу гриппоподобного варианта. То есть слабость, разбитость, сломота в суставах после прививочного. Могут быть более серьезные осложнения с поражением центральной нервной системы. Статистики такой у нас не ведется. Но всегда необходимо знать, что любая прививка, любая вакцинация может повлечь за собой какие-то определенные ухудшения со стороны здоровья. Поэтому прежде чем проводить любую вакцинацию или прививку, надо пообщаться как с семейным врачом, который вам более подробно посоветует, если он наблюдает семью или детей. И обязательно пообщаться с иммунологом. Потому что от иммунной системы зависит много факторов. Нужна ли вам эта прививка, не нужна ли вам эта прививка. Какая напряженность вашего иммунитета. И уже исходя из этого, производить подбор прививок и вакцин. А скажите, есть уже какая-то статистика, сколько людей заболело, и может, с прошлым годом есть? По сравнению с предыдущим годом, на сегодняшний момент, за последнюю неделю, уровень заболеваемости вирусными инфекциями даже не превысил. Это тех случаев заболеваемости, которые были в прошлом году. Случаев гриппа и каких-либо летальных исходов в Украине за этот период не наблюдалось. То есть ни одного заболевания? Нет, пока нет. А скажите, а какой крайний срок, когда можно вакцинироваться? Вакцинироваться можно в любое время, даже во время эпидемии. Но вы должны знать, что вот вы сегодня вакцинировались, да, но у вас еще антитела не выработались, и вы завтра можете заболеть. Поэтому минимальный срок после того, как вы получили прививку, составляет минимум 7 дней, когда уже начинают вырабатываться антитела и достигает своего максимума ко второй неделе. Вот уже после второй недели, как вам произвели вакцинацию, вы уже уверенны в том, что вы, даже если заболеете, но в легкой форме принесете это заболевание. Кварцевание на вирус гриппа как-то влияет? Если да, то как его надо использовать? Вы знаете, существует много способов, начиная от дезинфекции, кварцевания, ношения в маске и всего прочего, на влияние, на как он повлияет на вирус. Точных данных, влияет кварцевание или не влияет, нету. 100% что он убьет вируса. Так же самое, как и дезинфицирующие растворы, то же самое, как и ношение масок. Необходимо, конечно, для того, чтобы уберечь себя и снизить концентрацию, как вирусы и бактерии в окружающей среде, используется кварцевание. Да, оно снижает концентрацию вирусов и бактерий во внешней среде, но 100% того, что эта комната будет стерильной, не может быть и речи. Поэтому, в первую очередь, это наша личная культура. Понимаете, мы очень часто наблюдаем, что когда приходят посетители к больным, они маску не одевают, то есть они считают себя здоровыми. Больной человек может не носить маску, потому что он уже болен, но посетители должны одевать маску. Второй момент, люди едут в маршрутке, маску не одевают. Вышел на улицу, одел маску и пошел. Смысл ношения этой маски. Это второй момент. Третий момент, что любая маска, она должна использоваться определенное время. Например, одноразовые маски используются в течение двух часов, после этого они утилизируются. Марли и ватные маски носятся в течение четырех часов и подвергаются определенной обработке. И последним этапом это наша культура, то есть чихание, кашель и все прочее. При чихании и кашле вирус разлетается на расстоянии от пяти до шести метров. Поэтому, если мы находимся в каком-то замкнутом пространстве, где находятся другие люди, просто необходимо тыльной стороной прикрывать ротовую полость руки, потому что на внутреннюю ладошку, если попадает капельки слюны и всего прочего, или в локоток, вы правильно показали, мы потом начинаем с кем-то здороваться, тот начинает протирать руками глаза и тоже может инфицироваться. Поэтому личная гигиена и правила поведения в обществе, они никем не отменялись, и они всегда нужны. Владимир, Вы упомянули напряженность иммунитета. Что это означает? Это противопоказание, либо наоборот? Нет, напряженность иммунитета это свидетельство о том, что мы каждый год встречаемся с определенными штаммами вируса. От чего один человек может заболеть, другой человек может не заболеть, находясь даже в одной компании. Это все зависит от того, какая у человека иммунная система и как она реагирует. И от того, была ли встреча уже с этим вирусом у нас. Понимаете? Если появится новый штамм вируса, то все, даже кто болел раньше какими-то вирусами гриппа, он заболевает. Но люди, которые в 2009 году, когда была эпидемия гриппа, вы помните, то есть была определенная категория людей, которая уже контактировала с этим гриппом, и они не заболели. Напряженность иммунитета подразумевает собой выработку антител в нашем организме, и когда вирус гриппа попадает, то он уже встречается с кем? С нашей иммунной системой, в которой есть пограничники, антитела, которые защищают нас от тяжелого течения этого заболевания. Раньше делалось это, было такое исследование, парные сыворотки, то есть больному брали при поступлении кровь и смотрели, какой уровень антител. И после того, как он переболел, тоже смотрели, какой уровень антител. И он нарастал там в 2-4 раза, что свидетельствует о высоком напряженном иммунитете и свидетельствует о том, что больной перенес грипп, и в ближайшее время он может не заболеть. Но второй момент, надо знать, что существует несколько штаммов гриппа в этом году, и как и предыдущие годы. И за сезон 2018-2019 года, именно зимний, мы можем несколько раз переболеть разными вирусами гриппа. И не исключено, что можем перенести какую-то вирусную инфекцию, потому что вирусы у нас существуют свыше 320, которые вызывают различные респираторно-вирусные инфекции, которые протекают практически со сходной клинической картиной. И застраховать свою жизнь от встречи с вирусами мы не можем. Она неотъемлемая, как то же самое, что каждый день у нас встает солнце, а вечером появляется луна. Вы обозначили медицинское название, структуру. А как в народе их называют? Калифорнийский, сингапурский? Значит, название вируса не играет совершенно никакой роли для нашего населения. Вот вы запомните, обнаруживается вирус, да, гриппа, откуда он получает свое название? Сингапур или будет молдавский какой-то вирус, по месту его идентификации. Вот обнаружили его в Соединенных Штатах, в каком-то определенном штате, и ему присылается это название, и отсюда вот, и то место, где он был обнаружен. Понимаете? Потому что иногда бегает там свиной грипп, но завтра будет бычий грипп, там еще какой-то. Ну, это не играет роли. Грипп он был и есть. Просто он мутирует, и в процессе своей мутации изменяется его антигенная структура, то есть он какие-то приобретает новые свойства. То ли больше идет на поражение центральной нервной системы, то ли на дыхательную систему, то ли на сердечно-сосудистую систему, проявляет повышенную тропность. Как правило, вирусы гриппа обладают тропностью так центральной нервной системы и бронхолегочной системы. А название... Откуда... Мне кажется, населению легче так... Да. Не каждый говорит ему, да? Нет, ну совершенно. Ну вот, можешь понимать, H1N1, H3N2. Откуда вот эти все берутся? Это антигенная структура. То есть вирус гриппа имеет именно А. Их же три вида гриппа. А, Б и С. С это летний считается грипп, который характерен там для закрытых детских учреждений и очень легко протекает. Грипп Б, он меньше подвержен мутации, потому что там немножко другая антигенная структура. А грипп А имеет совершенно разно такую мозаичную антигенную структуру. Там существуют гемоглютинин и нейроминад, нейроминедаза. Это два антигена, с помощью которых вирус гриппа проникает в наш организм. То есть при встрече с клеткой, с рецепторами, происходят определенные биохимические процессы, и вирус, попадая в клетку, начинает активно размножаться и приводит к изменениям в наших верхних дыхательных путях. Поэтому совершенно не имеет никакого значения, откуда он произошел. Главное знать врага в лицо, как с ним бороться. Еще хочу остановиться на таком моменте, что от гриппа сейчас изобретена масса различных противовирусных препаратов. Но на современном этапе основными являются это томифлю для гриппа А и реленза. Все остальные противовирусные препараты не влияют на лечение гриппа. Такие бы названия они не имели. То есть это определенные препараты, которые влияют на саму структуру вируса и разрушают его. Второй момент, что все противовирусные препараты необходимо принимать в первые три дня с момента заболевания. После четвертого-пятого дня использование противовирусных препаратов совершенно неэффективно, потому что вирус уже прошел путь развития репликации, то есть размножения в нашем организме и уже к четвертому-пятому дню противовирусные препараты на него никакого влияния не имеют. Вопросов нет? Тогда благодарю всех за внимание.